Но предприниматель это, прежде всего, гражданин той страны, в которой он живет, родился. И поэтому он всегда должен думать о том, чтобы не только заработать, но и, как говорится, чтобы его семья, дети в этой стране были счастливы. То есть он всегда должен стараться жить в этой стране. Это первое. Второе, конечно, предприниматель это тот человек, который рискует, который берет себя как личность и говорит, я не буду на кого-то работать. Я попробую сам что-то создать. Я создам новые рабочие места. Эти люди, бывает, то поднимаются в финансовом отношении, то падают, потому что подкротятся. Но это те люди, которые не стоят на месте, которые понимают, что можно найти какие-то технологии, оборудование, создать производство или какие-то услуги, продать их, заработать и начать двигать в целом не только себя, но и рядом региональные, отраслевые, республиканские вопросы. И в конечном счете жить более качественно. Во-первых, он не должен бояться падать и подниматься. Не бывает в бизнесе легких моментов. Как правило, бизнес это так. И цены на рынке то поднимаются, то падают. Поэтому он должен иметь, конечно, уверенность, что у него есть надежная жена. Или надежный муж, если это женщина, которая всегда поймет, если он придет и скажет, а у меня не получилось, я потерял деньги. Самое главное, надо уметь в трудную минуту, даже когда что-то не получилось, снова собраться и идти вперед, анализируя ошибки. Мне кажется, вот это главное качество. Потому что нужно, чтобы в стране были правильные законы и инвестиционный климат благоприятный. Чтобы не получалось так, что все в одни ворота. Государство говорит, ты начал бизнес заниматься, иди сюда. Мы тебя проверим. Мы тебе повесим дополнительные налоги. Ты еще ничего не производишь, а ты уже должен платить. Мне кажется, что бизнес-сообщество состоит как раз из тех людей, которые начали заниматься бизнесом. И их задача, объединившись, сказать, давайте построим такие условия, при которых большее число людей захочет заниматься бизнесом, больше создадут материально-вещественные продукты, заплатят больше налогов, улучшат экономику страны и в конечном счете, и, конечно, сами поднимутся, заработают. Поэтому объединения, такие как НПП, Национальная палата, отраслевые ассоциации, это те структуры бизнеса, которые реально в жизни помогают бизнесу подниматься и меньше терять. Быть уверенными в предсказуемости экономической политики правительства.